МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Раунд второй! Во втором раунде у нас два гладиатора и два новичка. В банке 4 тысячи гривен. Ребята, давайте увеличим банк. Сделаем ставки. Кто на что готов? Давайте по течке посмотрим. 700. Тысяча гривен, отличное предложение. Нет, не больше. Что ты рубишь так? 700 и не больше. Итак, по 700 гривен делают ставки каждый из участников. Я собираю деньги, как всегда. Деньги в кепке. Ну что же, у нас было 4 тысячи гривен в банке, плюс 2 800. Итого 6 тысяч 800. Вот такая сумма находится в кепке у Ильи. Ну что, участники, вы готовы? Да! А если я скажу, что вам сейчас придется снова поработать вертом? Ха-ха-ха! Да! Негром в студию! Так уж получилось, что в этой передаче наши участники вечно суют что-то в рот. Одно дело, конечно же, огурцы. Но в этом раунде то, что они должны будут поместить в рот, вызывает полное отвращение и страх. Давайте смотреть. Чувачки, мы в любом случае с Димой понимаем, что одними огурцами сыт не будешь. Поэтому мы приготовили для вас мерзких, живых тараканов! У-у-у! А-а-а! Сейчас вы будете играть в таракане и баскетбол. Только вместо рук у вас будет рот, а вместо баскетбольного кольца – аквариум. У каждого из вас будет ровно 5 попыток, 5 мячей, 5 тараканов. Задача – как можно больше попасть в это баскетбольное кольцо. Кто больше попал тараканом в аквариум, тот и проходит в третий раунд. Да-да, вы не ослышались. Вот такой вот быстрый способ доставки таракана в аквариум. По уровню мерзости у этого конкурса 7 тараканов из 10. Да и к тому же это испытание на самом деле намного сложнее, чем кажется. Просто посмотрите, как с этим справится первый участник. Все, погнали. Все, погнали. Давай, поехали. У-х ты. О-о-о! Ну, неплохая попытка. Может, расслабление? Это очень плохо было. Что думает таракан сейчас? Меня опустили в огуречный рот и плюнули вновь. У-х ты доел огурцы. О-о-о! У-о-о! Убийца! Ты, смотри, ты не должен убивать таракана. Ты должен забросить таракана. Попробуй еще раз. А, слишком мимо. У тебя последний таракан остался. Последняя попытка. Ну! Давай, разбуди Коби Брайан. Это был последний таракан из наших. Возьми своего из головы. Плюнь им. Плюнь, плюнь, плюнь. Не, не надо, такого не надо. Все, стоп, стоп, стоп. Пять попыток, пять тараканов, ноль очков. Первый таракан создал реально проблемы, потому что он прицепился к небу, что помешало нормально его плевать. Первый участник ни разу не попал в кольцо тараканам. А это значит, что он на грани выбывания из нашего шоу. Но спешить с выводами еще рано, так как впереди еще три участника. Сколько ты тараканов забросишь? Две-три штуки. Две-три штуки? Уверен. Две-три, может, один. А если не забросишь, давай мы тебе придумаем наказание. Если ты не забрасываешь две-три штуки тараканов, тогда ты должен будешь съесть пять. Подобрать с пола и съесть пять тараканов. Без проблем. Он сумасшедший. Тогда начинай. Похоже, что к нам в передачу попал настоящий псих, который, между прочим, тоже не попал ни разу. Как он отстойно бросается тараканами? Вот он, вот он, вот он. Стоп, 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 это было пять тараканов. Это было пять тараканов. Мы понимаем, что тебе понравилось. Переходим ко второй части испытания для Димы без проблем. Пять штук на полу. Ты обещал, ты должен съесть. Пошел. Давай, ням-ням-ням. Собирай и ешь. Следующие кадры слишком мерзкие и могут вызвать неприятные ощущения. Вместо них мы покажем вам кадры дикой природы. Впервые Дима ненавидит фразу «без проблем», которая его сейчас подставила. Если ты не забрасываешь две-три штуки тараканов, тогда ты должен будешь съесть пять. Подобрать с пола и съесть пять тараканов. Без проблем. Без проблем. Без проблем. Без проблем. Дима, третий этап. Все слюни забрать обратно. Ты со вторым закончи пока. После того, как я засунул в рот первого таракана, думал, что я его сейчас проглотну и не выплюну. Что ты делаешь? А-а-а! Фу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Это человек-хирург. Сейчас я сделаю операцию этому таракану при помощи своих двух пальцев. Это не хирург, это таракан и проктолог. Прочистим трубы. Боже, как это мерзко. Я хотел бы сейчас обратиться к родителям Димы. Ну что это вы ребенка не кормите? Сегодня он приедет домой. Закупите продукт. Вот знаете, бывает такое, что смотришь на человечка и понимаешь, что все у него в жизни будет хорошо. Так вот, это не этот случай. Случай с Димой можно быть уверенным только в том, что голодным он не останется. Это самый конченый участник нашей программы. Когда я начал доставать тараканов из земли и начинал их есть, я думал, что меня сейчас точно вырвет и потеряет сознание. Как же все-таки хорошо, что Дима умеет думать. На ближайшее время эта способность ему не понадобится, потому что на очереди третий участник наших веселых тараканных стартов. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть! Красава! Давай, четвертый. Соберись, стой. Соберись. Подумай. А, тебе же сказали, подумай. Он тяжелый. Тяжелый. Это твоя последняя попытка. Пятый таракан. Почти. Почти, но и... Стоп, 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 стоп. И живого съел. Отлично. Нет, подожди. Попробовав первый раз, я понял, что это не так страшно, как казалось на первый взгляд. Остался последний участник этого испытания, которому явно не привыкать экспериментировать с содержимым своего рта. Итак, поехали. Стас, в предыдущем раунде ты всем доказал, что у тебя самая рабочая, самая игровая глотка. Пришло снова ее пустить в дело. Капец. Доказал и показал всей стране. Покажи теперь ее тараканам. Ты волнуешься? Я. Да. Переживаешь? Да. Я понимаю, конечно, условия не твои. Тебе бы поплевать сейчас огурцами, бананами. Дошевит уже, дошевит просто. Он же, честно, внутри уже все подхватывается. Пришло время пробовать что-то новенькое. Давай, поехали. СМЕХ Ты решил плюнуть нашего оператора? Ребята, вы это не видели. Он плевал оператор. Для Стаса подобный конкурс – это веселая забава, которая приносит ему радость. Но что сказать? Главное, чтобы за гаражами не шлялся. Я могу вручить этому участнику звание самого мерзкого привальщика тараканами. Этот мерзкий полумуж ни разу не попал в аквариум своими тараканчиками. Поэтому... Поэтому ты должен взять и съесть одного таракана. Вот выбирай любого. Эти тараканы, они маленькие, так сказать, у них много лапок. Я не мог средоточиться на том, как это, кстати, или на плевке, или вообще на том, что они шевелятся. Это самое большее мне мешало. Итак, у нас сложилась интересная ситуация. Три участника не попали ни разу, и только гладиатор Женя попал тараканом в аквариум. Чем и обеспечил себе место в финале. Ну а троих неудачников ждет дополнительное испытание. Задача простая – съесть тараканов на скорость. Четыре таракана, три участника и только одно место в финале. Миша, готов? Да. Четыре твои? Не сдерживай. Так, давай, я засекаю время на счет три. Ты начинаешь жрать. Один, два, три. Молодцы! И два четвертого последнего. Я теперь прожую как следует. Желтый, пустой, и там, бро, бро. Ням-ням-ням. Вкусно? Нравится? Я вижу, нравится, что я не знаю. Смотри, ставь тормозить. Есть! Есть? Там минус тридцать секунды. Нет, никаких не минус тридцать секунды. Там, наоборот, плюс, потому что мы любим издеваться. Молодец, иди. Готов? Да. Раз, два, три, давай! Хрустит, как орехами. Как будто он меня пережевывает. Мне кажется, мы снимаем клип для группы Ленинград. Ешь, ешь, ешь! Ешь руку. Заход, заход. Хочешь, верни их. Остатки тараканов вылетают. Там остатки тараканов вылетают. Все, 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 все. Иди отдыхай, дядька. Потом скажем, твое время. Малая, давай к нам. Смотри, Стас, сейчас я серьезно хотел бы к тебе обратиться. Ты понимаешь, чтобы пройти финал, это должно быть максимально быстро. Очень быстро. Без промедлений. Я готов. Как твой первый секс. Это очень долго было. Конечно, ты можешь соврать сейчас. Сделай нам быстрое поедание тараканов. Начинаем прямо сейчас. Поехали. Раз, два, три, вперед! Вау! Что это за стиль в Пайдане? Это стилерка. Давай, 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 быстро! Ну, прожуй, глотни! Последний раз, Стас, съел парикмахер, скажи. Стоп! Оу! Оу! Ну, тихо, 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 что такое, что? Говори! Как? Каза пошел. Давай, ну, не останавливайся. Тебе понравилось? Да. Это какой-то... Ребята? Если бы мне пришлось решать, кто пройдет дальше, я бы отправил бы всех троих в финал, чтобы там они хорошенечко помучались. Но по правилам нашего шоу, к сожалению, так делать нельзя. Давайте же узнаем, кто прошел в финал. Итак, ребята, у нас есть чемпион по Пайдане тараканов, человек, который съел 4 штуки за 13 секунд. И это... Михаил! Миша, Миша! Это ты! Это ты, тот человек, который придет к вам домой, если не дай бог, у вас завелись тараканы, и уничтожит их за 13 секунд. Итак, у нас в финале Миша и Женя, двигайтесь с нами, вперед! Субтитры сделал DimaTorzok